Здравствуйте, товарищи! Сегодня очередной выпуск излучателя Мотобокса и хотелось бы затронуть такую, с одной стороны, простую, элементарную тему о минимальных технических знаниях, навыках человека, который ездит на эндуро, красоче, ну, неважно, на любой внедорожной технике. О том, что он должен знать райдер, независимо от того, делает он свой мотоцикл сам или он обслуживается у механика, это неважно. То есть есть минимальный набор понимания и навыков, которые необходимы при езде на мотоцикле эндуро, кросс, тем более, если вы ездите более-менее так жестко, не просто по полянкам, по дорожкам, а по реальному поводу у вас должно быть понимание, как что работает, как что регулируется, потому что многие неисправности возникают в процессе езды, после падений, после каких-то исполнений. И даже это не столько неисправности, это просто естественный процесс, как бы это мелкие, можно сказать, регулировки. В данном случае о самом распространенном, о самом таком наболевшем расскажу, потому что многие люди по два сезона ездят на мотоциклах и не знают элементарных вещей, там, начиная от того, как, блин, регулируется свободный ход рычага сцепления, заканчивая тем, как правильно смотреть масло, там, уровень масла на своем мотоцикле. И вообще там про замену масла, замену фиксов. И сейчас по этому поводу я немного расскажу. Это видео будет, типа, пособие для тех, особенно людей, которые у нас покупают, вот эндурики всякие, серовы, и вообще, кто с нами ездит, это будет полезно. А то я рассказывал одни и те же вещи каждому персонально, и там половина не слышали, и я забыл, и там все остальное. Ну и чтобы, как бы, одно и то же по 25 раз не повторять, сделаю это видео, потом буду всем скидывать, кто купил, вот сразу посмотрели, что вам нужно знать, хотя бы в базовом уровне, для того, чтобы ездить на этой технике. Потому что ездить просто, как вы ездите, там, на своей Тойоте Королла, блин, по городу, и заезжаете, там, машиномонтажку у вас за вас все делают, там, колеса меняют, заехали в сервис, поменяли масло. На этом мотоцикле так не получится. У вас должны быть элементарные базовые навыки. То, что в лесу вам кто-то там, дядя Петя, допустим, не обязан вам это делать, и как бы у него физически может не быть такой возможности и желания. Так что, сейчас вот поближе все это расскажу. Так, начнем мы вот сразу с самой больной темы. Короче, она еще началась еще в том сезоне у нас. У народа постоянно они вообще не в курсе, что вот тут должен быть свободный ход троса сцепления, чтобы у вас не поджимало диски. То есть диски сцепления в процессе износа, они уменьшаются. Соответственно, у вас начинает натягиваться тросик. Если у вас нет тут свободного хода, он у вас начинает рычаг выжима сцепления все время подтягивать. То есть у вас диски начинают работать в режиме проскальзывания, в так называемой серой зоне. И еще больше начинает истираться, вплоть до того, что у вас там начинает пропадать сцепление, невнятно работает и все остальное. Еще так же, может быть, вы выехали из гаража, у вас была нормальная регулировка, вы упали или у вас что-то там попало сюда. То есть бывает, прям выбивает вот этот вот регулировочный вот этот винт с этой, прям отсюда вырывает из редьбы. И она сгибается, и она также опять же начинает натягивать. То есть если у вас в процессе езды какие-то проблемы, возникли вопросы по работе сцепления, снимаете вот эти всякие резиночки и смотрите сразу же, в первую очередь, вот этот холостой ход троса. То есть он у вас должен быть там несколько миллиметров. И в этом случае есть простое правило, лучше пусть будет больше, чем меньше. Причем надо смотреть во всех режимах поворота руля, в крайних точках тоже, потому что может быть в середине у вас может быть хороший, довольно-таки холостой ход, а в крайней точке он может подтягиваться. Это надо учитывать в правой или в левом положении руля. То есть как правило налево, когда поворачиваешь, трос больше натягивается. И это вот в первую очередь нужно смотреть и учитывать, и всегда лучше, вот прям каждый раз выезжайте, проверили и все. И если вы сами так не понимаете, не чувствуете, как она у вас перестала, если работать. То есть это самое главное про регулировку, такую текущую сцепление. У кого гидравлика, как на КТМах, как бы этой проблемы и нет, но там другие свои проблемы, там с жидкостью надо следить за уровнем и за всем остальным, за воздушиванием. И как бы это тоже есть свои нюансы. Дальше, вот что еще на крайней покатухе, с чем мы столкнулись. Тоже вот элементарная вроде казалось бы вещь, у человека пропало сцепление. Ой, сцепление, пропал тормоз передний. А из-за чего он пропал? То есть он был, был и пропал. Если у вас резко пропало, вот вам кажется, что вот что-то, вы просто посмотрите на механическую неисправность. То есть у него произошло что? Вот тут расслабились болты, в результате падения, может, сдвинулась ручка газа сюда и просто-напросто вот, блин, ручка тормоза не дожималась, потому что она наполовину у него вот упиралась в ручку газа и все. Вот вся причина пропадания тормоза. То есть, блин, элементарно, за обычным положением органов управления штатным нужно смотреть. То есть, обычно, вот если у вас внезапно возникла какая-то прям неисправность, скорее всего, это просто механическое какое-то повреждение, либо смещение, либо ослабление каких-то болтов, либо наоборот их, как бы, деформация и выхождение из нужных пределов. Как вот у Лени у нас было, у него просто руль под ручкой газа изогнулся, и у него ручка газа элементарно из-за этого не возвращалась. А он там что только не делал. И то есть, вот эти вещи тоже нужно учитывать. То есть, обычные, элементарные, такие слесарные неисправности, они самые частые, самые распространенные и возникают часто, даже не часто, а в основном возникают именно по дороге, где-то в процессе катания, в результате падений. За этим, за всем нужно следить. То есть, про регулировку, наверное, я не буду там индивидуальную, это больше к нюансам езды, наверное, относится. Дальше что? Тут у нас тоже с задним тормозом. Тоже самая тема. Смотрим, чтобы у вас сюда ничего не попадало. Тут где-то что-то не попало, какая-нибудь шишка, палка, ветка, когда у вас пропало. В первую очередь смотрим, опять же, все эти механические вещи. Потом также за жидкостью следим, что там, что тут, за колодками. Все это смотрим. Так, еще что сразу еще? По цепи. Потому что у нас многие товарищи тут на процессе покатух, там разрывают замки. То есть, они у них расстегиваются. В результате простой элементарной вещи. Потому что они перенатягивают цепь. По натяжке цепи. Есть простое правило. Как бы у каждого мотоцикла, конечно, в мануале написано, как она там, что натягивается. Но есть простое правило, опять же. Лучше не дотянуть, чем перетянуть. То есть, у вас, пусть она будет больше висеть, чем вы перетянете. Не надо ее тянуть там совсем. У многих есть такая иллюзия, что вот если они ее не подтянут, она слетит. Если у вас стоит ловушка, никуда она не слетит. Если у вас ловушка стоит в штатном месте, она внутри исправна, в ней есть слайдер. И она стоит на оси вращения, плоскости вращения звезды. Никуда она не слетит. И вот тут возникает еще одна неисправность, часто распространенная у многих. Там в процессе покатухи ни с того ни с сего начинает слетать цепь. Вроде нормально натянута. Опять же, это происходит из-за того, что происходит удар вот в ловушку. Она смещается относительно плоскости вращения звезды. И всего лишь она сама искусственно как бы сдвигает цепь относительно звезды. Она не попадает на зуб и начинает слетать. Особенно, если ловушка вот так стоит далеко от звезды. То есть звезда маленькая, а ловушка вот тут. Тут вот звезда большая, она как бы заходит в ловушку. Тут как бы такой вещь, как бы проблематично создать такую ситуацию. И еще дальше. По износу цепи. Многие у нас товарищи понятия не имеют, как смотреть. Изношена цепь, не изношена. Они начинают что-то вот тут вот трогать, хотя это вот регулируется, блин, вот натяжка вот. Что-то кого-то вот так, что-то чуть ли не на зуб пробовать там. А это смотрится элементарно. По паре звезда цепь. Если у вас звезда более-менее в нормальном состоянии, посмотрели, вот она хорошая звезда, она практически новая тут у Стас. То есть у вас берете вот в середине, в середине того места, где облегает цепь, оттягиваете, пробуете звено от звезды. Вот она практически не оттягивается. Это в хорошем состоянии цепь и звезда. То есть практически нет люфта. Сейчас для сравнения покажу на другом мотоцикле, где уже похоже на. Вот возьмем, допустим, Вадимовский КТМ. Тут, по-моему, чуть-чуть другая ситуация. Вот, вот видно. Вот вы взяли в этом месте и видно, что отошла уже цепь на такая вот, почти на ползуба. То есть вот видно даже просветы. То есть вот она. То есть появились люфтики самой, в самих звеньях цепи. Они, соответственно, дали люфт по звезде. Плюс еще нужно учитывать износ самой звезды. Но в данном случае звезда как бы не сильно изношена. И вот этот люфт, он в основном образовался за счет именно износа самой цепи. И если у вас звезда нормальная, а цепь уже вот такая, и если у вас уже оттяжка идет больше, чем на ползуба, то есть на довольно-таки приличную, или там больше, чем на три четверти зуба, это уже повод о том, чтобы задуматься о замене цепи. То есть вот простой элементарный способ, как определить износ цепи. На первый взгляд. Сразу сейчас покажу с износом звезды на своем. Как и они. То есть вот тут у меня, я не знаю, видно будет, нет. Звезда подношенная. То есть вот у нее заострились уже верхушки зубьев, истончились. И соответственно, хотя у меня цепь более-менее нормальная, недавно довольно-таки менялась, но уже она как бы сразу имеет небольшой люфт, а сейчас еще чуть-чуть он увеличился. Хотя цепь в данном случае более-менее нормальная. Этот люфт уже появился в результате совместного износа и звезды, и цепи. Это тоже нужно учитывать. Смотрим все. То есть основной посыл в том, что вы смотрите износ цепи на звезде. То есть в этой паре. Это самый простой элементарный способ. Без всяких там съемок, замеров, там куска цепи, все остальное. Вот просто подошли, сразу оттянули. Если видите, что звезда нормальная, тут люфт, значит цепи. Уже плохо. Скоро придет, либо уже плохо стало. Так, дальше что идем? Дальше у нас идет элементарное, базовое понимание. Это уже, наверное, не в процессе самоезда, а перед выездом о регламентах замены масла. Через сколько оно у вас меняется? Изначально все это вы должны сами знать. Посмотрев там мануал, в интернетах полно материал. о том, как моется фильтр. Моется он элементарно, там в интернете полно всяких этих роликов. Кто как извращается. Если вы, как у нас обычно, перед выездом, только вспомнили, что у вас грязный воздушный фильтр, берете вот канистрочку, бензинчик, я тут показывал товарищам, моете сразу в бензине. Если у вас фильтр нормальный, не надо там слушать всяких отморозков, которые нагоняют жути, что, блин, он в бензине, все, фильтру хана приходит. Это все, это чушь полная. Если у вас фильтр фирменный, нормальный, не паленый, ничего ему не становится. Сам постоянно мою в бензине. Помыли в бензине, чуть-чуть просушили, можно продуть вон компрессором потихоньку, без фанатизма, чтобы по-быстрому пропитали, поставили. Есть, конечно, там вот самый распространенный способ, долгий, муторный, там мыть в воде, там стирать его с фейри. Но, во-первых, это долго, муторно. Во-вторых, фейри толком не отмывает эту пропитку, особенно макюлевскую. И, в-третьих, вы запаритесь ждать, пока вода там высохнет с этого фильтра. Поэтому я вам сейчас вот рассказал самый простой, элементарный способ и не надо ссать. Если у вас, как бы я видел пару раз у меня было такое, что фильтр расползается от бензина, но только это было с китайскими, дешманскими фильтрами, и они расползались по стыку склеивания. То есть, с кайфу, нормальным фильтром, с заводскими фильтром, ничего такого не происходит. Я по два года мыл свои фильтры в бензине, то есть, по два года на них ездил, и ни черта с ними не становилось. Пока уже сама структура поролона не начинала разрушаться. В принципе, что еще? По маслу как-то так спонтанно. Ну, масло опять, смотрите, регламент замены, частота, с которой она меняется. Там у кого-то по моточасам, у кого-то по километражу. И самый простой способ. Если у вас есть счетчик, моточасок, вот как у Вадима, там у меня есть. Вы поменяли масло, сразу говорю, лайфхак. У всех сейчас есть телефоны, все остальное. Сразу с фото либо счетчик моточасов, либо спидометр у кого по спидометру. Все, и она останется у вас в телефоне, вы на следующую замену уже будете знать. А то у меня тоже вот через одного человека, кого не спросишь, он не помнит, когда он его менял, сколько он проехал на этом масле. И то есть, там некоторые товарищи умудряются по четыре тысячи километров ездить на КТМе, у которого на одном замене масла, на КТМе, у которого как бы масло меняется через тысячу-полторы. То есть, блин, ну, как бы, кто как, конечно, извращается. Ну, и по итогу, что хотелось бы сказать? То есть, изучаем материально-техническую часть. Изучайте, даже если вы, там, ничего не хотите ремонтировать, вы ничего не хотите знать, вы, там, загнали к механику, он все сделает. Это, не всегда это так работает. Особенно в контексте вот таких вот экстремальных развлечений, типа эндуро. То есть, и еще нужно учитывать тот факт, что если вы знаете, как работает этот агрегат, вам проще на нем ездить. Если вы понимаете, как работает сцепление, как работает тормоз, всю эту механику, вам проще будет ездить. Я вам, блин, это как бы прописная истина любого, как бы, более-менее шарящего человека, который занимается вот мотоспортом, даже не мотоспортом, просто любительской ездой. Вы должны сами уметь настраивать себе рычаги, там, лапку тормоза, блин, переключение скоростей, знать эти базовые, как бы, вещи. А это все есть в сети. Не знаю, там, стоит ли снимать об этом ролик отдельно, потому что что-то у меня такое впечатление, что вроде как все есть в интернетах, но чем больше оно есть, тем меньше вообще народ этим интересуется. Поэтому, в принципе, я и снял такой, наверное, ролик из серии Капитана Очевидность, как бы, простые, банальные, элементарные вещи рассказываю, но, как бы, это уже вышло из жизненной практики. Тем, кто их знает, наверное, неинтересно было, а тем, кто вот только взял мотоцикл и вообще ездит уже, но не знал это, как бы, вам должно быть стыдно и вообще интересно узнать такие вещи, потому что это как бы элементарные вещи и еще нужно знать. Ну, на этом, наверное, и все. Ставим лайки, подписываемся на канал, материмся в комментах и до свидания, до скорых встреч, товарищи!